Борщевику объявлена война. На сегодняшний день этим ядовитым растением заражено 32 тысячи гектар Подмосковья. Муниципальные земли будут очищать за счет бюджетных средств. А вот собственники должны включиться в борьбу самостоятельно. В нашем округе самое бедственное положение сложилось на бывших землях АСТ Клинский. Владелец угодий, бывший король Черкизона, в бегах. И сейчас к решению проблемы подключается муниципалитет. А как воюют с борщевиком благополучное хозяйство, расскажет Татьяна Барулина. Этот борщевик поединок точно проиграл. Не выжили и его сородичи. Полегли от острых лезвий и ядовитой химии. Борщевик в 3-4 метра ростом. Вот приблизительно таким сорняком было засажено все поле за моей спиной. Как вы можете видеть, теперь оно полностью выжжено до земли. Три недели назад здесь провели химообработку. Но рано радоваться. Вредоносный сорняк проиграл бой, но не войну. Посмотрите на это поле в деревне Берева. Его не поливали гербицидами, просто скосили сорняк. Пару недель и из земли полезли молоденькие стебельки. Мы просто не даем борщевику подняться, не травя химией. По одной простой причине, что потом собираемся все эти поля вводить в эксплуатацию, то есть пахать и пахать и пахать. А соответственно, химия в землю, она хорошей культуре, она никакой радости не доставит. Но чем больше режешь, тем быстрее растет, говорят при борщевик-агрономы. И приходится идти на радикальные меры. Уничтожать сорняк комплексно. Сначала ствол сорняка скашивают трактором. Затем готовят почву. По полю идет особая барана. Машина срезает землю, как нож хлебушком. Тонким слоем, один за другим. Агрономы называют это дискованием. Несколько следов делаем дискование. Измельчить вот эту зеленую массу, чтобы превратить ее, ну, смешать с почвой. После дисковки мы прождем время, когда еще появится еще это. Борщевик мы еще раз внесем гербицид. Специальная машина орошает поляхим составом. Его хозяйство закупают на Щелковском заводе. Это гербицины контактного и сплошного действия. Одни уничтожают листья, другие проникают в корни. А другого способа уничтожить эти гербициды, нет. Борщевика, кроме как гербицидом ее сжечь и другие. Это самый эффективный пока способ. И, кстати, очень дорогой. Например, на скос 350 гектар нужно потратить около миллиона. Плюс закупка химикатов, зарплата рабочим и топлива. Причем действовать нужно быстро. Стараться не давать семенам созревать. Вот участок, да. Вот видите, вот он с борщевиком стоит. Наш скосили. Но он не успели скосить, он опять начинает подниматься. Понимаете? Ну, мы работаем, а вот они нет. Семечка, она летит до 25 километров. И вот одна чашка здоровая, вот этот зонтик, до 400 грамм семян может давать в год. То есть это, ну, реально большой надел. Но несмотря на серьезные затраты, Клинагра в числе тех, кто каждый год закладывает серьезные суммы на борьбу с борщевиком. И это заметно. Направление от клина до поворота Назубова меньше других захвачено сорняком. В этом году в рамках увеличения подъема залежных земель порядка тысячи гектар получается. У нас пошли не только подготовка к озимому севу, но и получается как раз борьба с борщевиком. Потому что 250 гектар у нас полностью выкошено. Будет следующий этап, это будет дискование, химообработка. А 240 гектар из полутора тысяч уже прошли три этапа кошения, химообработку и дискование. То есть подготовка уже фактически к озимому севу. А зимой, например, пшеница, будет угнетать борщевик, поясняют аграрии. А значит, чем больше земель будет в сев обороте, тем меньше сил и средств придется тратить на борьбу с бесполезным и опасным сорняком. Татьяна Барулина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.